Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Пробегают лингами Линги отдались Новые линги приходят Блай пытается не эксус грызть Ничего у него не получается У Супера все больше и больше юнитов И Блай вынужден лингов Сзажимать Как же провально Блай действует сейчас Настолько провально Просто читаемо Корея все понимает Эти нервищи со стороны Блай И просто принимает его Да если ты лингов достраиваешь Не отдавай ты этих Че ты бегаешь-то на муви Ну ё-моё Не это домой Вообще до свидания Просто до свидания Это очень печально Что сейчас происходит Уверча же там Супер какие-то выставляет Блай лингов все мастит и мастит 21-22 Парабам Вот нексус бы сгрызть бы сейчас Может шансик какой-нибудь И был бы минимальный Но нексус просто не сгрызть Вот сейчас Блай такой дебилизм просто сделал Я вообще охреневаю Зачем он пытался пробежать Блин ну супер же это не Просто пробка стоит Ставит пилон Даже на задержке пилон она успела поставить И все замечательно становится Нет бы просто в лобу Вот этот нексус добить И как бы уже потом Что-то пытаться сделать Нет Надо пытаться пробежать Именно туда Блин Ну на самом деле Могло бы и прокатить Я просто заблая переживаю Могло бы и вкатить бы Точно так же бы Как и не вкатить Так пытается Блай нексус сгрызть все-таки Вот тоже Пил пошел раз Неужели не догрызет нексус 8 хп у него остается И лингов больше нету Как же Блай сейчас Просто это такой Провал сейчас происходит Провал провала Просто Супер угорит Наверное там Я не знаю Да теперь уже даже если Нексус сгрызть Да хоть два Нексуса сгрызть Уже ничего не получится Сделать Да Ну эту репку Нужно пересмотреть Если Блай хотел Делать грызалити Нужно было Сделать грызалити Снизу обязательно Обязательно Снизу Нужно было Принимать зилков Нужно было Принимать адепта Посмотрите Блай забегал Здесь адепта Один Один Супер, кто-то камни пробил, короче. Всё, супер, законтрился. 3-2, повторил Блай судьбу Файеркейка. Собственно говоря, будем матч за третье место ждать Блай Файеркейк. Пала Тенчек поддержал ваш канал на сумму 1000 рублей ровно. Спасибо за стрим. А, камни теперь изначально здесь лежат. Прошу прощения, я чё-то туплю, карту уже изменили. Спасибо, Пала Тенчек, тебе за поддержку 1000 рублей. Твоя респектовая заходит очень замечательно сейчас. И я тебя ставлю на первое место в Боксарске. за сегодня. Потому что я уже приуныл, Блай слил. Просто-напросто здесь пытается он пробегать, третью хату ставить. Барабам вроде нагнал, но супер пойдёт. Сейчас дожмёт. Не получилось корейцев потеснить. И тоже Блай вёл 2-0. Ну, Блай ещё ближе, да, даже, чем Файеркейк был. Потому что вот эти игры реально были очень близкими. И третья, и четвёртая, и вот эта игра. Но, вот это, когда корейцев боятся, как ссут корейцев. Меня вот это бесит просто. Они на этом и принимают. Ну, подстройся под них экономикой. На халявь просто адово. Просто адово на халявь. И всё. Какие передропы лингов? Ну, одну игру ты взял с передропами лингов. Ну, нельзя все три взять с передропами лингов. Там, я не знаю. Ведь это кореец. Он уже готов. Ну, зато Блай сегодня посмотрим. Тоже есть плюсы в этом, как бы. 20 дронов минус. Блай отбился еле-еле. Кстати, по лимиту, по боевому, очень даже неплохо. Тут блинг, иммортал и даркшайн. Кстати, Блай может сейчас тайминг неплохим ворваться. Правда, здесь дарки и... А, лейр уже есть. У версира, правда, нету Блая. Ну, можно запилить будет. Ну, Блай не будет врываться. Там Блай Гидроден. Может, Люру попытаться выйти. Я не знаю. Как вариант. Почему бы и нет. Царь сегодняшний будешь... Да, полотенчик. Это точно. Да. Ну, сегодня два камбэка от корейцев, конечно. А что поделаешь. Блинг у... Так, видит прекрасно. Супер, что здесь Люркер Ден. И на блинге сейчас выход он добьет до готовности. А, уже и призма есть. Не, ребятки, это все. Это печаль. Нечем, Блай, к сожалению, отбиваться. Рабов отстроил. Лимит есть. Ну, боевой, кстати, лимит очень близок сейчас. Блай новых роучей сделает и реваджеров. Очевидно. Опа. Блай Майн Геймс. Майн Геймс от Блая. Отменил Люркер Ден. То есть, хочет принимать корейца на его агрессии. И, кстати говоря, может получиться, учитывая количество реваджеров, если Супер будет очень жестко агрессивно блинкаться, то может сейчас пройтись эта тема. Полетела иллюзия. Ну, Блай, ну зачем ты показываешь юнитов-то своих? Ваерболы пошли. Дарки заходят. Ой, Дарки заходят. Спорок нету. Ни хрена нету. Только здесь на второй базе Спорка одна есть. Здесь Супер заходит. Сейчас филды пойдут. Блай не законтролил. Здесь пока Дарков отбивал, юниты вышли за филды. Здесь Дарки что-то бегают, тупят в итоге. Блай. Блай боевой пока лимит сохраняется. Перекапывается сейчас Спорка. Нужно Дарка принять сейчас, Блай. Принимай Дарка. Дарка так и не принял, Блай. Фаерболов не наблюдаю. Сталкеры заблинкиваются. Реваджеры не способны без лингов, без роучей сталкеров пробрить, к сожалению. И если не зашли как-то суперхалявно вот эти фаерболы. Блай держался. Молодец, конечно. Но после такого ужасного провала в начале с экономикой, ничего не получится, к сожалению, сделать. 3-2 супер. Супер и лайф в финале. Ну а Блайф в АРК, когда третье место побьются сейчас. Сейчас будет зашить. Печально, но ничего не поделаешь, ребят. Ну что, зато Блайка видим. Уходим на евро идем. Уходим на европу. Уходим на европу. Ну вот если Блайя, Нексус, да, ну, не знаю, короче, ребят. Нексус нужно было догрызть. И все. Возможно, возможно, кстати, Блайю нужно было. У него было 12 лингов примерно, дотекали. А там было 2 зелка и мазеркор. До готовности пилона. Пилона-то не было на второй базе. Можно было 2 зелка. Да вариантов много всяких. Просто вот когда такая кризис идет, нужно действовать сверхчетко. Ошибка одна стоит игры. Ошибка одна стоит игры. Ну что, еще стеркать кварты будут. Блай, Файер, Кик, ЗВЗ у нас. Блай, Файер, Кик, ЗВЗ. Блай, Файер. 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 Про XCOM мне говорили, но не холодно, не жарко мне от этого, что там есть в XCOM, не есть я, вот, нет, Хэппи не участвовал в данном турнире, так что вот так вот. Продолжение следует. Ну что, готов хост, заходим. ЗВЗ-шечка Блай Файер Кейк сейчас звучит, переменую стрим. Матч за третье место, кто-то остается с носом, кто-то остается... Сколько там за третий, это, я не помню, приз, 250 долларов, по-моему, или как-то так. Ну, печально, что никто не будет в Финале, ни Файер Кейк, ни Блай. Не хватило им чуть-чуть. Реально. Реально, чуть-чуть не хватило, но ничего не поделаешь. Зато посмотрим ЗВЗ-чик, это будет у нас БУ-5 также. Реально. 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 Продолжение следует... Ну что, начинается, поехали! Так, секунду, всё, поехали! Эхо, карта первая, кстати, старенькая такая. Так... Фугорыч, здорово, ещё раз, да! Я не ланговал, но предполагал, что так будет. Речь и речь, какая разница мне, какой будет турик, либо ты возвращаешься, либо нет. Вот. Потому что, если кто-то выиграет турик на миллион баксов, какая мне разница? Если мне скажут, будет турик на миллион баксов, типа... Вот. Проходи на него, там все 3-2-2 будут сливать те, как бы. А ты чисто пуске утащи. Ха-ха-ха. Тогда можно было бы подумать. Но я бы сказал, я честный человек, ребята. Я такой хернёй не занимаюсь. Занимайтесь сами. Мне чемодан не надо на дороге находить. С деньгами. Так. Три хаты от Блая, посмотрите. Три хаты пул билд от Блая, а здесь у фаеркейка с мейна. Пул Беллинг Нест. Это подстройка чистой воды под фаеркейка пошла. Почему? Потому что от Блая все ожидают однобазовой агрессии на линго-беллингах. Фаеркейк именно под это и подстраивается Беллинг Нестом первым. А Блай заставит три хаты. Вот, вот. Почему нельзя суперам было так же действовать в третьей игре? Просто. Хотя, получается, в третий Блай подобным образом и действовал, на самом деле. То есть, он три хаты пул делал, но не смог реализовать. Да. Но в четвертый точно так же надо было действовать. Потому что боятся корейцы уже. Так. Фаеркейк королева идёт. Овера начинает прогонять. Но нужно улететь вот сюда, чтобы пока она обходит это препятствие. Овер улетел. Мув у Блая закан. Здесь есть несколько лингов. Фаеркейк шесть дронов заказывают. Но у Блая и так больше рабочих. Всё в порядке. Где? Где? Ну что, брызёт Блая вот эту башню разрушаемую. Лэйр там и там пошёл. Гроуч ворону Блая. Здесь третья хата запилена. Рабочих у Firecake больше, то есть он ничем от Блая вообще сейчас не отстаёт, только Блая на третью ночь добывает сейчас. Но добыча у Firecake выше, потому что у рабочих больше на данный момент. У Блая надо дронов заказать, сейчас он восемь строит, но сейчас за счёт восьми этих дронов вперёд всё-таки вырвется. я не знаю, информация изначально по призовому была, что 2000 долларов, потом почему-то 1750 стало. то есть я думаю, что было просто как, было просто за третью, четвёртую по 250, но потом решили матч за третий ещё провести и у четвёртого всё отобрали на самом деле. Почему бы просто не оставить было что-то за четвёртое. Так, здесь у нас Лингев Блая принял Firecake несколько штучек. Сколько? 12 погибло у Блая. Каким образом? А, Беллинг взорвался, видимо. Ну, здесь заходит Нидус, кстати говоря, Блая нужно залететь. На мэн он прямо Нидус сейчас пилит, это будет очень даже неплохо, я бы сказал. Firecake, у Лингов Мува нету, у Firecake'овских. Вот один бежит, его бы встретить надо, королевами сейчас было. Так, Нидус пилится сейчас на мэн, Линг заходит, толку уже, что он здесь что-то увидит, никакого от этого нету. Нужно сажать королев, роучей всех Блая, 72, там 66 по лимиту, и уже Нидус точно пройдет сюда, и уже точно муталецками его не отбить. Я думаю, что это ГГ, я думаю, что это 1-0 в пользу Блая будет сейчас. Чем по этой партии? Парбиться нечем, так и есть. ГГ, он пишет, красавчик, Блай, но если за третья Блай возьмет, то тоже молодец, на самом деле, будет лучшим из европейцев, не корейцев на данном турнире, тоже приятно. Ну что, ждем, вообще easy, very easy, very wonderful, блин. Так, заходим. Воронин поддержал ваш канал на сумму 100 рублей в огне. Хорошего тебе стрима по МИ и удачи Блайчику. Так, отдыхать отправляем. Спасибо про Воронин тебе. А нет, ПВО Ронин. А я чуть про Воронин. Тоже весело звучит. Вторая игра. БО 5 у нас, ГГ, ЛП, Шерблай, ГГ, ЛХФ, Файеркейк. Я тут так подумал, кстати, вот, может, кого-то плохому научить могу, но представьте, как можно делать. Можно тупо призовые делить напополам и делать 3-2-2, короче, еще грамотно при этом всем. И время свое высвобождать, то есть. Ну что, Файеркейк через пул без газа была и однобазовая пауга стандартный. Ну да, лайк тебе много времени освободил. После этого БО 5 будет все на сегодня. Завтра у нас ВЦС ладерная отборочная начинается. Буду за Блаем Хэппичем, постараюсь уследить. Вот. Ну, если в игру смогу попасть, замечательно. Если не смогу, то будет рестрим, как и всегда. Плетку ставят. Две плетки ставит Файеркейк. Понимаю, что здесь Беллингбаст идет от Блая. Полноценнейший сейчас, элегантнейший Беллингбаст. Однобазовый от Блая, которым он уже всех, наверное, зергов выиграл. Корейских и не корейских. Не, ну корейских то не всех, но в Европе то уж точно на ладере всех закатал. Хотя бы разок. Вот. Ну, плетки будут вниз идти сейчас. Блая нужно проатаковать до готовности плеток этих. Для этого то он два Беллинга сейчас и морфит. Файеркейк берет, сразу плетку вниз ведет. Ну, кстати, если Блая не получится сейчас продавить, то это ГГНчик. А если получится, кстати, плетки то нифига не панацея вот от таких Беллингбастов. Почему? Объясняю вам. Потому что можно мимо них просто тупо пробежать сейчас, Блая, и все будет замечательно. Так, Беллинги новые подходит. Плеточка копается, королеву Блая отжимает сейчас. Так, Блай в плетку грызается. Или куда там Блай вгрызается? Так, одну плетку сгрызь. Вторую плетку не сгрызь! Беллинга фокуснет! Сейчас Беллинга не отдавай! Блай, ну как же ты так? Ну куда ты? Зачем Беллинга так водил нагло, а? Вот объясните мне кто-нибудь. Нахрена Блай так нагло водил Беллинга? Ну все, сейчас королевы встанут сюда на рамку. Две новые плетки Файеркейк еще делает. Вкладывается в плетки. Не на рамку, а вот проход узкий. Надо бить королеву сейчас, а тут еще транс-юза есть. Что Блая делает? Транс-юз. Вот эту сгрызь, чтобы транс-юза не было. Беллинг их лучше отвести. Успеет, да, успел за транс-юз. Что за ПЛ-то? Ну королевы правда упадут в любом случае. Может быть Файеркейк и зря так сделал. Хотя здесь новые строятся уже. Третья плетка пошла. Файеркейк прекрасно понимает, что нужно делать против вот этих элегантных билдов Блая. Королева падает, плетки не готовы, врывается. Блай, плетки, грызи, грызи плетку, не надо королеву грызть. Хотя успевает и королеву, и на плетку потом Блая накидывается, но плетка-то сейчас будет готова. Так, одна плетка падает, вторая пока живая. Файеркейку хватает экономики, чтобы отбиваться здесь. Вейлинга нужно спасти, желательно вот этого. Но вейлинга приходит, да почему Блай... А, там еще третья плетка, ё-моё. А почему на муви-то через... на мэне забежать? Файеркейк четвертую плетку. Кстати, смотрите-ка, эшелонированную оборону интересную делает, но королева всего одна сейчас. А нет, две. А нет, это плетка идет. Прошу прощения, королева, да, одна. Все правильно я говорю. Третья плетка от Файеркейка. У Блая новые линги сейчас выходят. Нужно бейлингами на муви на мэйн попытаться ворваться, что Блай сделал. Так, ну, бейлингов минуснул Файеркейк, но лингой-то забежали. И сейчас новыми можно забежать. Блай на муви присоединись-то к остальным лингам сейчас. Что Блая пытается сделать? Отдал уже на мэйне лингов и... А нет, группа... не отдал. Вот они в бейлингов. Может, королеву принимать нужно. Дронов сгрызать. Королеву принять не получается. Дроны на халде здесь бьются. Сейчас бейлинги зайдут. Ну, лингов-то до бейлингов нет. Давай, ну, что такое Блай делает, а? Ну, лингов нельзя до бейлингов отдавать. В дронов бейлинги врываются. Файеркейк вообще не контролит. И Блай двумя бейлингами сюда разрывается. 6-15 парабам. Нужно хату пилить сейчас. Со второй базы Файеркейк не уйдет. У него много обороны. То есть, у него до сих пор ситуация еще более-менее нормальная. Вот что парадоксально здесь, на самом деле. Что, Блай будет продолжать улынить? Да, улынет Блай. Королевы спустились. Можно мимо Королев забежать сейчас, попытаться. Мог бы вот этими двумя бейлингами. Вот я не понимаю, как такие Блай элементарные вещи не видит, имея такой колоссальный опыт вот в этом прессинге улыновом. Какие вещи он не видит сейчас? Что я имею в виду? Он, врываясь бейлингами, должен видеть был, что хп у рабочих мало. Можно было одного бейлинга взорвать и второго вот в этих рабочих взорвать. То есть, возможно, он бы еще одного-два забрал бы лишнего. Это на таких слабейших экономиках просто невероятно сильно решает. Все, здесь четыре плетки. Нет смысла ломиться Блай. Никакого. Лучше лингов сохранить и рабов заказать. 20-13 Блай опережает оппонента своего по рабочим. Инъекции нужно новое кидать, что Блай делает. Дронов нужно заказывать, что Блай не делает. Вот сейчас вот сделает, каовер выйдет. Все, красавец. Камни прогрызает здесь, пока делать нехрен. У фаеркейка нету ни мува роучем, ни газа, ни хрена нет. То есть, он сидит дома тысячу лет. У Блая можно экономику раскачивать или третью ставить. По рабам-то он может нагонить, но технологии ровным счетом ноль. Вот. То есть, просто-напросто сидим, вторую раскачиваем. Роуч Ворон пошел. Можно прийти с реводжерами, кстати, сюда просто сейчас наплевывать этими фаерболами на вот эти эти плетки. Можно прийти с роучей бейлингами попытаться. Но это, кстати, опасно очень, потому что четыре плетки уже есть, а это уже серьезная оборона. Так что я бы лучше на месте Блая сейчас построил бы тройку реводжеров. Вообще четыре в идеале реводжера сделать. Ну и, кстати, много ресурсов, я вам скажу. Почему четыре? Потому что, вот, идем сюда, минус овер раз, сюда приходим, минус овер два можно сделать. Ну вот этого фаеркейк уведет. И можно плетки гонять там этими фаерболами понемножечку пытаться. Здесь тоже роуч ворон у нас. Четыре роуча Блая делает, опережает пока по всем, кроме рабочих, кстати говоря, уже моментом фаеркейка. Но по боевому лимиту 20 на 4, очевидно, что это серьезная преимущество. Да, четыре реводжера у Блая. Просто идем, минус овер и сюда заходим, минус овер. Ну, плетки просто легко контролить достаточно от фаерболов. Выкопал, увел. Все. Тоже такой момент опасный. Так, третью пытается фаеркейк запилить. Ну, Блая видит, лингов много, то есть... Дал бы ты уж хату ему поставить, сотку бы отжал бы. Так, врывается Блая. Здесь королевы, нет смысла ничего здесь делать. Овера минус но одного, приходит Блая вперед. Фаерболы по роучу хотел попасть. Ну, по роучу, бессмысленно. Ну, вот на такую плетку закапываю еще. Ну, и escape можно нажать выкопать, в принципе. Хату очередной раз фаеркейк ставит. Блая, уведи лингов. Так, хату сейчас запилит, фаеркейк. Вот, сразу сгрызаем на готовности хате. Хорош, отменяет хату и отменяет дрон. 150, пожалуйста. 150, сударь, с вас, говорит Блая. И минус овер еще. 42, 3, 4, парабам. Впереди парабам. Эволюшн сейчас будет готов. Плюс один бы запилить, не мешало бы Блайчику. Камни пробиты, можно здесь ходить спокойно. Вот еще один овер висит, пожалуйста. Подходи, забирай. Видит Блай. Минус овер. Хорош. Блай вообще сейчас очень... Не понял. А почему 3 кинули? Ну, вот это бред со стороны Блая был. Как можно кинуть овера? 3 фаербола. Что ж ты был? Я не знаю, что 4-х он погибает. Заходит реводжерами. Хату убил 300 минус. И еще 300 с вас, говорит Блай. Почему? А, 125. Нет, да. 75 за хату. Сотку с тиранов, с кропсов. С братанов поменьше берем, Блай говорит. 75-ку. Ну, вот с этих всех не зверей побольше забираем. Что-то я разгушевался в комментариях. Ну, Блай тащит. 100 на 65 по лимиту. Вот. Так, здесь реводжера Блай на халяву еще подрезают. Смотрите, сейчас вперед как по потерям вырывается Блай. Вон сколько наубивал всего. Ну что, мув делается. Плюс один тоже у Блая скоро Грейд будет готов. Фаербулы по криптуморам. Блай тут на рандом кидают, чтобы криптуморы пособирать оппонента. Так, а вот это вот Фаеркейк очень опасный сейчас. Спайр от Фаеркейка. Блай сейчас добегается. Если Блай сейчас не проатакует, это будет ГГ. Потому что муталиски сейчас будут у Фаеркейк. Вот что Блай ждет, я не понимаю. Мува роучинг. Хотя нет, тут конечно такое преимущество адское просто по боевому лимиту. Ну нужно ли ждать мува, когда у тебя столько, когда здесь крип есть у врага. Зайди ты на этот крип, да убей его на оклике Блай, ну пожалуйста. Идет Блай прям на пофиг вообще под Фаербулами. Фаеркейкерскими. Фаербулы по плетке пошли. Нужно зайти на треть куда-нибудь. Нужно зайти. Неужели Блай не видит, что здесь меньше намного оппонентов? Заходят прям под плетки. Плетки минус. Одна, вторая, третья. Там сзади где-то остается. Врывается Блай. Спайр сейчас будет готов. Личинки пробревает. Хорош. Муталисков уже... Хотя здесь не мутка строилась, насколько я вижу. Нужно от муталисков порки там дома ставить. Часть роучей на мейн, часть на второй базе. Рабочие падают. Нужно бы лэйр фокуснуть Блай. Обязательное условие, по-моему, сейчас нужно фокус лэйра делать. Дронов Блай сбривает. Дроны пытаются уйти. На третьей Блайзе Блай приходит. Начинает пробреваться. 30 дронов минус. Даже если Фаеркейк отобьются, я думаю, что шансов уже в этой игре мало. Начинает Блай лэйр пробревать. На третьей Базе все дроны падают. С этими реводжерами можно на халяву мутку попытаться пробрить. Но Блай кидает сейчас в личинки. ГГ, Фаеркейк пишет. Слишком большой запас. Даже наземного лимита. Хорош. Блай не упускает свой шанс. Берет игру номер 2. 2.0. Но вы помните, что сегодня бывало после 2.0. И меня это очень беспокоит. Но здесь нет корейцев с другой стороны. Так. На WebMoney 10 баксов приходит. Сейчас обменяем их. Так. Зовет Алекс. Спасибо большое за 10 баксов на WebMoney. Спасибо всем за поддержку, ребят. на WebMoney 10 баксов. Рактор. Спасибо тебе. Вижу никнейм. Спасибо, что написал. как обменяло мне столько и пишу. Рактор. Никнейм веселый. Неизвестный. Неизвестный. Поддержал ваш канал на сумму 500 рублей ровно. От Фьюри Хамстер. Спасибо тебе, Андрюх. Фьюри Хамстер тебе спасибо большое. Что-то резко поперло сейчас на подъем. Неизвестный. А что неизвестный. Залогинился бы. Пусть никнейм бы цветным становился. Почему бы и нет. Резво пошло. Спасибо всем, ребят. Завтра ВЦС не пропускайте. Будет интересно. Поехали. ГГГЛ. Даск Тауэрс карта. Посмотрим, что Блайк будет здесь делать. Во сколько ВЦС завтра? Хороший вопрос, ребят. Кто шарит, отпишите во сколько ВЦС завтра. Я не шарю реально. 19 по Москве. А, у императора написано в паблике. Ну, замечательно. Значит, слишком рано не надо стартовать будет. Но я что-нибудь постримлю, может быть, до ВЦС. Я не знаю. ФП сам покатаю часика два. Самочувствую там буду смотреть. Раптор. Ну, раптор-то раптор. Но у нас-то получается рактор. То есть, как бы рак и трактор. Трактор-рактор. Трактор-рактор. Ха-ха-ха. 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 Не будем об этом. Блая однобазовую тему демонстрирует. Фаеркик ставит хату 17-ю. За поддержку всем еще раз спасибо. Ну, что. Фаеркик 2-0 вел против Лайва. Слил 2-3. Блай вел 2-0 против Супера. Слил 2-3. И все они были близко. Даже у Блая вообще там игры очень близкие были. Но не хватило ему, чтобы в финал попасть, к сожалению. Но Блай уже ведет 2-0 фаеркик. Но фаеркик-то не кореец. Фаеркик-то не кореец. Поэтому надо бы дожимать бы товарища этого. Зря, конечно. Но все-таки надо было, мне кажется, за четвертое место какие-то призовые оставить. Почему? Потому что... Ну, как-то не очень-то, что вообще нет ничего за четвертое. Так как... Так, что-то слишком далеко было. Беллинги, Морфет. Беллингов своих. Прибежал бы уже ближе. А, фаеркик, кстати говоря, всего 2 линга строят и очень мало рабочих. Так. Фьюри Хамстер. Ключик 320. Мне не достать никак. Что-то имею в виду... А! В списках-то там этих... Да и цели такой не надо себе ставить. Заходит Блай. Беллинги врываются. Две штуки. Здесь 2 бэйна фаеркейка Морфетса. И Блай врывается бэйлингами в 2 рабочих. Ну, просто царь Блай. И еще по бэйлингам оппонента гуляет. Да что за хрень-то такая? Ну, Блай... 11 дронов уже минус. Но по рабам одинаково практически. Вот что сейчас печально для Блая. Блай уже целенаправленно фокусит дронов оппоненту. Блинги все новые-новые идут. Часть оказывается в окружении дрончиков. Блай еще одного сгрызает. Ну, а не проще ли было Бэйна бы еще заморфить Блая? Ведь у него хаты нету. 16 дронов сгрыз, но игру проиграл. Зачем он сейчас дронов-то как... Реально зомбаривание вцепился в этих дронов. Ну, все. Здесь рабочих одинаково. Почти боевого фаеркейка. Больше всего на рампу встал. Блай отдает игру сейчас. Реально отдает. Кривые взрывы бэйлингами. Здесь один бэйлинг вообще в молоко. Одного королевы не пустили. Ну, это нормально, что королевы не пускают. Один бэйлинг, два дронов всего лишь попадает. Остальные тоже так себе. Часть-то дронов здесь. И потом Блай вместо того, чтобы кулак лингов скопить, Блай не обратил внимание сейчас на что? На то, что в пуле не делается мув у фаеркейка. Если бы делался мув у фаеркейка, да, самое лучшее, что мог бы сделать Блай, это, я думаю, что именно подфокусить рабочих, чтобы как можно меньше осталось. Но, учитывая, что мув не делался, можно было копить кулак лингов, не давая королев на рампу встать, просто прирост заводить, и сгрызать по отдельности вот этих немувленных лингов фаеркейка и где-нибудь в уголку, еще в уголке, там, два бэйлинга еще подморфить, и ворваться еще раз рабов, еще одну попыточку такую сделать. Может быть, что-то и получилось бы. Ну, в итоге, кстати говоря, по экономике равная ситуация. Даже я был не прав, Блай достраивает хату, и даже он вперед по рабочим вырвется на некоторое время, но не с дозаказом 8 дронов фаеркейка. Но у фаеркейка хоть газ и есть, технологий нет ни хрена. Лэйр там и там одновременно пошел. У Блая газа больше. То есть перспективы выйти в мутку, например, у Блая лучше сейчас. Да, игра сейчас равная, но Блай мог в более хорошей ситуации для себя выйти по экономике. Блай как раз-таки всегда вот эти темы, которые отработаны, чизы, прессинги, раши, они всегда делаются по шаблону, но шаблон-то это тебе не лобзиком выстругал, там вытащил из полежки. Шаблон там, я не знаю, почему я такой пример привожу. Вот, шаблон-то надо исполнить, да и выстругать-то по-разному надо. Да и не только, все что угодно по-разному надо. Так, пытается Блай дронов отгрызть. Бейлинг взрывается, дрон протрансюзился. Хорошо, Firekick третью занимает. Вот, то есть шаблон нужно исполнить идеально, а Блай исполняет его частенько не очень. Чего не сделаясь, как у Джуис. Я не знаю, кто такой Джуис и с чем его едят, как говорится. А тем более, мне мало интересно, что у него там где сделано. Посмотрите, лейер одновременно был сделан, но Блайд спайр позже на 40 секунд. На Херменая это нужно. 10 дронов еще, зато мув сделал роучем, которых строить не будет в итоге. Зачем мув роучем? Их нет вообще. Блай, что ты творишь вообще? Что Блай делает, я не понимаю. Какой-то Майнгеймс пошел, который сам себя призван обмануть, видимо. Я не знаю, для чего. 9 муталисков, фаеркик, армор, ублая. Борода пока. Сейчас оверы начнут гибнуть. На третьей базе начинает газ, конечно, Блайд добывать. Сотку вложил. А, отменил Блайд. Посмотрите, мув роучем отменил. Типа это фейк какой-то был, что ли? Так из-за этого мува или я не знаю, из-за чего у Блая в итоге муталиски позже. Просто нереально. Хотя он побольше, чем фаеркик. 11 сейчас закажет. Но, во-первых, без армора по грейду он адски отстает. Во-вторых, фаеркик успеет Блай оверов насбивать. А Блай фаеркику, ну, 2 он собьет этого и этого. Если заметить, конечно. Еще здесь оверсир погибнет. Три овера тупо фаеркик сейчас Блай сбивает. Блай армор тоже заказывает. Отставание определенно есть, но не критичное абсолютно точно сейчас. Четвертый овер минус пошел. Просто красота, в кавычках красота. Идет Блай вперед. И фаеркик и муталисков уже больше 14. То есть он сейчас Блая может развалить прямо здесь. Выиграть битву и убить. Все, вот как игра отдаются. Так, прошу прощения, здесь мутка с муткой берется. Блай зачем-то решил подраться с фаеркиком, думая, что его больше. Фаеркик так не думает. Он абсолютно прав, это минус Блай в итоге. Четвертую отменит фаеркик, сам займет четвертую сейчас абсолютно точно. Можно и на мейн ворваться и легко сейчас. Еще и два дрона газ на данном добывают у Блая. Ты абсолютно прав. То есть газа Блай меньше добывает. Не на много, конечно, там разницы. Но она есть эта разница в 20-30 газа в минуту. И это важно. Когда зеркалка, тем более. Ну все, Блай преимущество наотдавал. Муталисками зачем-то здесь дрался. Вообще непонятно зачем. В итоге у фаеркика линги, у фаеркика муты больше. У муталиска 15-21. Здесь фаеркик лингов Блая принимает замечательно. Они просто там побежали, хорошо проводил их. Я думаю, что пора Блаю как-то начинать пытаться играть. Ну, не все игры в ЗВЗ уже, даже уже в ЗВЗ привыкли. То есть не все игры с таким однобазовым улыном, а, я не знаю, одну игру так взял в партии, сыграл несколько игр, ну, других более стандартных. Ну, может быть, с какими-то другими чезами, но еще раз так сыграл. Ну, нельзя же все игры так уже отыгрывать. Фаеркик уже просто тупо там по 4 спорки заранее ставит. Ну, это же очевидно, что подстройка самая натуральная идет. Спорку минусует фаеркик. Блай с королевами ходит здесь, 23 муталисков, 29. Ну, кстати, Блай не перевернуть будет. Хайва у него нет, зеленых никаких нет, чтоб чем-нибудь таким принять бы. Фаеркик уже 1 на 1, там милишные грейды пошли вовсю. Еще на 4-го не выйти. 163, 142, по муталискам 35, 25, уже 10 разница. Ну, в королевами, да, Блай здесь пока что поживет, конечно, но без королев уже нет. Ну, сейчас 200 фаеркика, как грейды 1 на 1. То есть, фаеркик еще грамотно свое преимущество закрепляет. 1 на 1 лингам дает ему преимущество по земле просто неоспоримое. Он будет разбирать лингами лингов вообще в хлам. И одновременно будет два направления шатать, тем самым-то и возьмет эту игру в итоге. Даже если ошибется муталисками, линги свое дело сделают. Так, здесь линги приходят. Королев воткружает фаеркик. Принимает двое мута, и линги королев разбирает. Ну, транслюзии у Блая пошли. Блай, кстати, хорошо тут лингов забрал. Ну, четвертая эта хата, как и не было, так и нет. Второй армор у фаеркика. У фаеркика уже 1-1 грейды. И сейчас 2-1 будет на мутку. У Блая тоже, правда, 1-1 доделались. Но 1-1 на лингах не отнять. И Блай 5 инфесторов делает. Но, как обычно, Блай без грейда на энергию инфесторам их делает. То есть, они не с 75 сразу выводят, а с 50 нужно будет ждать, пока накопят это время. А нет, посмотрите-ка, микозик попёр. А есть ещё-то микозик. Нету ещё микозика. Есть микозик-то ещё. Ну, ё-моё, Блай. Ну, нахер так, вроде словил фаеркейка, а микоза больше не сэкономил. Ну, тут линге подходит. Вот если бы у Блая сейчас были вот у этих инфесторов 5 микоза у всех, тогда он бы мутку всю бы проврил бы. Это был бы единственный, наверное, шанс бы для Блая. Потом с королевами и с муткой вперёд выдвинуться, попытаться. Так, микозы по мутке идут. Здесь вот в эту мутку зря микозчик выкидывал. Фаеркейк инфесторов всех пробревает. Вбревает всё вообще. Муталисков Блая малая, фаеркейк это видит. На развороте бой принимает, сбивает всё к чертям. Точка сбора сюда стоит. Сейчас уже второй армор будет отступать. Вот фаеркейк. А, видит, Блай лингами побежал. Да, что только он пострелил? Нет никакого. Так, заходит фаеркейк. Ну, не сливается. Беллинги у Блая новенькие пошли. Фаеркейк и вторая армор через десять секунд будет. Сейчас два-одингрейды. Я не знаю, что фаеркейк боится. Ему не надо в лоб-то ломиться. Ему на мейн просто залетить и хватать не может. И всё. Ну, теперь ему талиска летает. Да залети ты вот сюда. Чё летает тоже вперёд, не понимаю. Так, 169. Ну, лимита не 200, поэтому побаивается. Микозов, видимо, побаивается. Пытается надёж сыграть. Блай еле-еле вышел на четвёртую. Ну, муталисков стека-то уже нету. Залетает фаеркейк на мейн. Здесь одна спорта есть. Ну, и что дальше? Есть и теперь нету. Пошатал немножко газа. Пытается лейер пробрить. Инвесторы приходят. Ну, фаеркейк улетает в итоге. Сейчас опять сюда шатать полетит, пока инвесторы сюда вперёд ходят. Бейлингов угла много. Фаеркейк тоже с бейнами врывается. Всё взрывается. Дичайший сейчас. Скорка упала. Микозы пошли. Мутку сплетит фаеркейк. Пытается ворваться. Королев пробревает. Ну, на Микозе не отдаётся. 94 на 178 по лимиту. Фаеркейк боится за сплитониты уже, да. На Микоза разводит. Блай ещё мимо кидает. Ну, Микозами непросто попасть. Теневоловский Микозу кинул. Куда-куда кинул, туда и попал сразу же. Конечно, халява была. Здесь надо с запасиком кидать. Линги врываются. У инфестров. Бейлинг взрывается. Лингов прессанул. Королевы от фаеркейка пришли. Ну, улетит и муталит. Вот я не понимаю вот эту вот хрень. Вот зачем здесь летать вперёд? Иди ты мейн убивай через Аклик. Всё, ну пусть здесь линги свою работу делают. Но фаеркейк типа лингов прикрывает. Типа. Давно точку можно в этой игре поставить. Фаеркейк что-то тянет. Всё, наконец-то инфестров взрывается. Всё. Поставил точку. Четвёртая игра нам нужна. Блин, ну проклятие 3-2. Или 2-3. 2-3, 3-2-2. Да. Ждём карту от Блая. Ну, это ЗВЗ. Карта здесь так дико не решает. 3-3-90. Ждём хост. Вот. Почему юзлис? Ну, ты видел, что они не юзлис совсем. Но, на самом деле, тяжело им прямо взять так и забрить, убить. Надо попасть ещё в центральный протокол. Блайк говорит. Заходим в игру. Всё хорошо. Что успели 90. Пожалуйста. Все готовы, поехали! Все моложе и моложе, только самочувствие как-то так себе, вчера подзастудился на метеле, опять лимфоузлы раздулись. Ну что, центральный протокол, если Блай сейчас отдает эту карту, тут счет становится 2-2, это очень жесткая минус-мораль, во-первых, это всегда жесткая минус-мораль, а сегодня Блай уже так супер-услевая, ведя 2-0, поэтому лучше, конечно, точку поставить четвертой игре. Опять Блай, посмотрите, газ-пул, или просто пул, не, газ уже готов. Да, газ-пул от Блая, но может уже пора тормознуть, я хз, не знаю. Фаеркейк тоже газ-пул ставит, но более поздний, но более экономически выгодный, то есть у Фаеркейка будет муфлингом и хатка, и Беллинг Несс, но попозже. Но у Блая не будет хаты, но у Блая будет преимущество в тайминге, но ведь нужно пробежать всю карту, а это кросс-риспы, не забывайте, это долго бежать. Так что посмотрим, посмотрим. Четыре линга у Блая. Как мне кажется, что Блая реально как можно видоизменить его билд, вот этот вот прессинг. Мне кажется, что ему нужно просто иногда очередовать его с пулом мувом без Беллинг Неста, просто без Беллинг Баста. Почему? Потому что меньше на ошибаешься, просто хату пораньше поставил и тем самым перехалявил просто оппонента. Ведь мало кто играет именно зеркальную такую хрень против Блая. А на муве можно и вот против такой темы Фаеркейка за счет более раннего мува подгрызть на самом деле. Так, Блая тут хитро-хитро-хитро-хитрейшая бегает, но Фаеркейк сейчас спалит Блая просто. Видит все прекрасно Фаеркейк. Заказ сейчас линга будет. Беллинг Нест заказан уже. Вот если Блай сейчас думает, что Фаеркейк это не видит, Блай очень сильно ошибается. Это может сыграть ненаглую шутку. Но теперь Блай понимает, что Фаеркейк все видит. Так, линги разворачиваются. Мув будет через четыре-три секунды. Беллинг Неста нет у Фаеркейка. Надо ставить точку, ребят. Беллингов не будет у Фаеркейка. Просто заходим на мув с новенькими вот этими бэйными лингами. На мув, на мейн, прошу прощения. Мимо королев, танкуя лингами, врываемся в рабочих и ставим точку здесь. Так, королева и Фаеркейк. Фукуси, да куда ты за лингами-то погнался? Королеву забревает Блай. Добро... Я, конечно, извиняюсь, но я ждал не такой совсем реализации со стороны Блая сейчас. Реализация слабенькая, мягко говоря. У Фаеркейка готовы бэйлинги уже. У Блая нет хаты, очень похоже. Ну, по лимиту Блая пока впереди, но это пока. Мув у Фаеркейка есть, но похоже уже на, конечно, 2-2. Очень сильно становится все ближе и ближе к 2-2. 3 бэйна еще, нет, 2 бэйна еще Блай делает. Сейчас несколько лингов теряет на бэйлингов. Сейчас 2 бэйна еще до Мофица. Фаеркейк, кстати, прекрасно видел этих бэйлингов на Морфе сейчас Блая. Нужно как-то принять бой грамотно сейчас. Ну, Блай лингов вместе с бэйлингами начинает водить. Ну, что за ошибки-то странные такие? Так, бэйны проходят сейчас. Так, лингов часть падает. Личинок Блай выбивает, чтобы продакшн был поменьше. Но у Фаеркейка на второй базе личинки есть. Что ты будешь делать, как говорится? Так, взрываются линги. Неслав, здесь от королевы нужно бэйна увезти сейчас обязательно. 3 бэйна есть у Фаеркейка, у Блая только один. Линги дотекает мимо всего, мимо бэйнов. Королеву на мэйне бы сгрызть сейчас Блай. Вообще, хорошо было бэйн, отличный взрыв со стороны Блая. Парабам, все хуже у Фаеркейка становится. Бэйлинг взрывается в никуда. Линги новое-новое дотекает. А самое главное, Блай выходит сейчас в экономику там. Ну, королеву Фаеркейк защитил. Продавить не получится. 18-13 парабам. Фаеркейка больше сейчас. Блай продолжает массить лингов. Пытается хатку подгрызть Блай. Так, пытается как-то Бэйна развести здесь на взрыв. Фаеркейк лингов добавляет. Тут Фаеркейк дрон. Оп, хорош. Бэйлинг взорвался в никуда. Королеву прессануть сейчас. Королеву прессани Блай, если королеву убьет. Хорош, королеву убил. Можно пытаться дожать сейчас. Фаеркейк, ну прикрой ты Бэйнов-то своих, черт побери Блай. На мейн врыв идет. Фаеркейк перехалявил. Как-то неожиданно сейчас так получилось, что Фаеркейк перехалявил. Пытается Блай в дронов ворваться. Хороший взрыв. Дроны начинают падать. 5 уже, 6 дронов минус. Еще дрончики минус. 10, 11, 7 на 14 парабам. Все-таки Блай дожмет, что ли? Похоже на то. 14, 7. Хорошая ситуация, учитывая, что Блай уже хата готова. Лингов лучше не отдавать. Блай отдает лингов. Но Фаеркейк пишет ГГ. Блай третье место. Поздравляю Блай с третьим местом. С 250 долларами. И с тем, что пересилен он проклятие. 2, 3. Пересилил все-таки. Но это был не корейц. Теперь с корейцами пересилить такую хрень. И можно, можно наказывать на самом деле. Вот такая вот ботва, ребят. Так, ребятки. Ну а что, одна стропа работает и замечательно. Что я могу сказать, ребят, вам сейчас? Ничего я вам особо сказать не могу. Но скажу, что на сегодня все. Блая поздравляю с третьим местом. Сегодня я, пожалуй, отдохну. Там, конечно, СК 2 Improved Team League. Но я лучше отдохну. Потому что завтра ВЦС очень-очень долго будет идти. Завтра поболеем за хэппича и Блайчика. Так что давайте до завтра, ребят. Приходите в субботу. 19.00 будет хэппи Блай играть. Я пораньше начну стримить. Я еще спланирую, как там буду действовать. Потому что мне завтра еще пораньше встать надо. Так что увидимся. Запись залью. Всем пока.